МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именем детства во имя детства. У нас есть федеральные программы, медицинские программы, социальные программы. Есть поддержка детских домов. Сколько средств собрали бы Республики за время благотворительного марафона? Предпраздничная суета. Это наш праздник. С точки зрения, и отличается он самый главный, отличается он всех от остальных праздников, потому что у него есть секрет. Что ждет чебоксарцев в День Республики? Вместо каникул снова за книги. Чебоксарские школьники побывали на необычной исторической выставке. Сегодня в Заволжье в шестой раз открывается молодежный образовательный форум Молгород. С 4 по 8 июня он будет проходить на базе отдыха Буревестник. Сейчас там работает наша съемочная группа. У нас на связи корреспондент Анастасия Алексеева. Настя, добрый вечер. Расскажи, что интересного сейчас происходит, сколько молодых людей приехали, что за программа ждет участников в ближайшие 5 дней. Настя. Добрый день, Ольга. Мы действительно находимся сейчас на территории базы отдыха Буревестник. На территории 4 гектара развернулся огромный палаточный лагерь. Это межрегиональный молодежный образовательный форум Молгород. Сегодня сюда уже заехало 600 участников из Чувашской республики. Скоро ожидаются делегации из других районов Чувашской республики, не только центральных Чебоксар и Новочебоксарска, и делегации из Мариэл и Ульяновска. Сегодня у нас рядом со мной сейчас стоит начальник молодежного, отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары Эльдар Черкесов, организатор форума Молгород. Эльдар, добрый день. Добрый день, Анастасия. В течение четырех дней что будет происходить на территории Молгорода? Какие образовательные и не только, но и культурные, и спортивные площадки посетят наши участники? Ну, на самом деле, да, правильно уже было сказано. Для участников и для нас, организаторов, самое главное, это образовательная составляющая. Это огромное количество экспертов не только из Чувашской республики, не только из города Чебоксара, но и из столицы нашей родины, из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Помимо образовательной программы, основной образовательной программы у нас предусмотрены культурно-развлекательные, мастер-классы и вечерняя программа. Это различные фестивали, это летний кубок КВН, это сегодня у нас прям на открытии рок-фестиваль, это участие огромного количества ребят-байкеров, ну и плюс спортивная программа, это первенство. В этом году мы впервые проводим первенство по мини-гольфу, настольному теннису, ну и все прекрасные остальные мероприятия, которые будут ожидать всех участников. Шестой раз проходит форум, мы заметили, что в этом году территория лагеря украшена как-то по-особенному. Почему такое, в честь чего такое произошло? Ну, составляющая, вот всегда, визуальная составляющая, это самая важная. То есть, когда ты приезжаешь, сразу видишь, бросаются в глаза все объекты, все, собственно, бежать, 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 надо бежать. Я все, я побежал, извиняюсь, я... Ну что ж, отпустим организатора форума «Молгород». Ну, видимо, совсем скоро сюда уже подъедет глава Чувашской республики, а это значит, что начнется открытие форума «Молгород». Об этом мы расскажем подробнее в завтрашнем сюжете. А пока передаю слово Ольге. Ну что ж, спасибо, Настя. Напоминаю, это было прямое включение с площадки «Молгорода», где прямо сейчас работает наша съемочная группа. К другим новостям. В поселке Новый Атлашево Чебоксарского района завершается строительство 12-квартирного жилого дома, в котором будут жить дети-сироты. Строить его начали три месяца назад, а уже в конце июня можно будет справлять новоселье. Подробности в сюжете. Этот дом будет одноподъездным и двухэтажным. Еще в конце 80-х здесь начали забивать сваи, а потом бросили. С тех пор участок пустовал. Теперь здесь будет новая улица. Всего в Чебоксарском районе 128 детей-сирот. Средства на строительство выделяются из республиканского бюджета. В этом доме жилье получат 12 детей. В конце июля месяца дом должен быть завершен строительством. Далее в определенном порядке будет заключение контрактов и предоставление жилья. Всего же в 2014 году новоселье предстоит 18 детям. Шестеро ждут квартиры в Кшауша. Но там строительство идет медленнее. Глава администрации района пообещал, что к концу года жилье будет построено. Также в конце года новоселье будет и у жильцов этого девятиэтажного дома в поселке Кугесе. Четыре семьи смогут переехать из аварийного жилья в цивилизованное. 77 семей всего в этом году надо переселить по программе переселения из ветка аварийного жилья. В Кугесе это 32 семьи и 45 семей вишлеев будет строиться. Всего на переселение в районе будет потрачено 35 миллионов рублей. Это средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, республиканского и местного бюджетов. Глава Чуваши обратил внимание на необходимость благоустройства территории сразу, как только будут сданы квартиры, чтобы жители, переселяясь, не испытывали неудобств. Татьяна Молокова, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов, Республика. По дороге в райцентр глава Чуваши остановился в поле, где проверил всходы и наличие влаги в почве. Запас продуктивной влаги в почве на большей территории республики в основном ниже средних многолетних значений. Выпавшие в мае лишь половина месячной нормы, а где четверть. Чтобы не пропал урожай и не надеяться на природу, сельхозтоваропроизводителям необходимо заняться орошением полей. В 2014 году на эти цели из федерального бюджета выделено 64 миллиона, из республиканского – 20 миллионов. Лишь три недели осталось до Дня Республики. Подготовка выходит на финишную прямую. Традиционно состоятся множество мероприятий, концерты, фестивали, форумы. Многие из них пройдут в столице. Что ждет чебоксарца в День Республики, а также что еще нужно сделать для благоустройства, сегодня обсуждали в администрации города. Итак, по Дню Республики. Главные акценты, которые будут расставлены с нашей стороны при подготовке празднования в городе Чебоксаро, безусловно, это оформление. Во все разрабатывается дизайн-концепция города, где главным элементом останется национальная символика. Вся наружная реклама, баннеры и перетяжки будут приветствовать гостей праздника на двух языках – русском и чувашском. А центральные улицы города украсят цветочные композиции и ландшафтные конструкции. Наша задача – благоустройство полностью, завершить благоустройство ко Дню Республики. Ну и те дороги. Мы говорим, что ремонт дорог сплошным покрытием асфальта, если ко Дню Республики, они должны быть завершены. Ну и Московский мост максимально постараться надо, чтобы его завершить ко Дню Республики. Ставятся задачи, ускориться надо здесь. Обсуждение Дня Республики было не единственной темой собрания. Оргкомитет также коснулся и предстоящего Дня города. День города – это наш праздник. С точки зрения и отличается он самый главный, отличается он всех от остальных праздников, потому что у него есть секрет. Потому что этот праздник делают сами горожане. Чебоксары – город, в котором хочется жить. Именно так звучит полюбившийся жителям столицы Чувашии слоган. В этом году предлагается провести мероприятие, посвященное Дню города, под лозунгом «Город любит себя». Ведь каждый житель столицы важен для города. Творческий бульвар, да, из года в год набирает обороты. Здесь в творческом бульваре должны быть все наши музыкальные школы, художественные школы, искусств должны быть представлены. Каждый год жители столицы на День города радуют выступления какой-либо приглашенной звезды. И этот год не станет исключением. Оргкомитет обсуждал варианты. Группы Любе, Браво, Леонид Агутин, Лариса Долина или певица Слава. Кто же из них будет радовать нас своим выступлением на Дне города в этом году? Что ж, все это мы сможем узнать лишь в августе. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика. 9,5 миллионов рублей собрали во время благотворительного марафона именем детства во имя детства. Сегодня на стадионе поселка Кугеси прошло торжественное закрытие марафона. О том, куда будут направлены собранные средства, смотрите далее. Более двух тысяч участников марафона, среди которых и жители республики, и организации перечислили свои средства на благотворительные цели. 9,5 миллиона рублей будут направлены тем, кому не хватает бюджетных денег. У нас есть федеральные программы, федеральные медицинские программы, социальные программы, есть поддержка детских домов, есть поддержка детских детей, которые талантливые, стипендиаты, и непосредственно еще районы сами будут определять на своих участках, куда направлять. В этом году средства собирались и с помощью СМС-голосования. Место, где будет проходить праздник, выбрали сами жители Чувашии. По традиции, закрытие проходит там, где собрали больше всего средств. Второй год самый большой вклад в копилку марафона вносит в Парецком районе, но в этом более миллиона перечислили и жителей Чебоксарского. Так их решили поблагодарить за благотворительность. Я признателен и благодарен нашим предпринимателям, руководителям коммерческих организаций, всем тем жителям Чувашьей республики, которые, имея чистоту души, имея такие добрые помыслы, ежегодно отчисляют данный фонд в соответствующие средства. Одна из рекордных сумм 312 тысяч рублей поступила от Республиканской стоматологической поликлиники. Главному врачу Вячеславу Быкову Михаилу Игнатьев вручил медаль детского фонда «Меценат детства». Сертификат в размере 50 тысяч рублей был передан администрации Парецкого района. Глава Чувашия вручил многодетным семьям Чебоксарского района сертификаты о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. А семьям, в которых случилось прибавление сертификата на материнский капитал. В дни летних каникул книжная палата Национальной библиотеки решила восполнить информационный голод школьников и провести их по необычной исторической выставке. Подробности в следующем сюжете. В гости к специалистам книжного дела пришли ребята из Чебоксарской гимназии номер 2. Оказывается, детская национальная книгоиздание берет свое начало с 1938 года. Тогда Свет увидела первая книга для детей на родном языке. Сделанная по печатным меркам того времени и невзрачная на вид, она выполнила свою главную миссию дала возможность читать на Чувашском. Каждый день в гости приходят разные писатели. У Галины Васильевой много детских книжек. Творчеством она занимается с удовольствием. Когда пишу для детей или подростков, я в это окунаюсь, в это поле деятельности. Мне это очень интересно. Я становлюсь сама таким, как бы, хулиганистой такой девчонкой. Я становлюсь и что-то такое получается, как бы подсказка идет, и я пишу-пишу. Сегодня в архиве книжной палаты множество экземпляров детских книг, выпущенных в разное время в Чувашии. Каждая из них уникальна, хотя бы лишь потому, что является бесценным свидетелем времени, в котором тогда жила Республика. Такой была среда глазами журналистов программы «Республика». Ну а я с вами не прощаюсь. Буквально через пару минут мы встретимся с вами в программе «По существу». Редактор субтитров А.Семкин